Музыка Большой тебе привет, дорогой друг, с тобой Раиль Арсланов и добро пожаловать в Хижиного Музыканта. Сегодня с тобой будем разбирать ту самую долгожданную песню Макса Горжа «Слово пацана». Сейчас данный ролик продвигается в социальных сетях очень-очень мощными темпами, потому что вышел клип на эту песню и, соответственно, во всех пабликах про Горжа эта песня и этот клип располагается на верхних позициях и в закрепленных записях. Вот поэтому мы обязаны разобрать данную песню, но она, смотрите, довольно долго идет, минут пять, потому что там очень много таких мощных клубных проигрышей, которые я перекинул на губную гармошку и сыграл. Оп, оп, а! Теперь и на губной гармошке можно играть те самые клубные вещи. Но там очень простые ноты, все это я покажу по порядочку. Начнем с того, что традиционно сейчас включаю кусочек из моего кавера на эту песню, а полный кавер можете найти в описании под видео. Смотрим сейчас кусочек кавера и сразу же приступаем к разбору. Поехали! На одной из старых дач за столом большим и шумным Речь держали пацаны о вечной дружбе Дым по кругу и до дна стаканы все крылись друг к другу Своих не забывать, вместе идти, вместе до конца слова Пацаны Не понять тому, что он не бежал от мерзких, с перебитым носом пьяный по дворам Нужно остаться нам Но на время, значит, ненадолго Может, на неделю, но точно не навсегда На протяжении всей песни у нас повторяется по кругу четыре аккорда Это аккорд G, аккорд BM или HM по-другому по-русски На втором ладу нижняя посадка Аккорд EM И аккорд С Ну, все это можно варьировать Аккорд G первый Можно взять на третьем ладу также при помощи баре Что я и делаю в припевах Потом беру аккорд BM уже не на втором ладу здесь, а вот на седьмом ладу Потом под ним как раз-таки идет аккорд EM Седьмой лад Надо заучивать ребята и барешные аккорды EM идет И дальше идет аккорд С Это уже восьмой лад То есть вот то, что мы брали здесь, аккорд С Спокойно можно взять на восьмом ладу Все, в принципе, звучали, да? BM, EM и C Какой же перебор в начале каждого куплета Перебор четверка, очень все просто Четверка это означает четыре движения Мы играем бас, третью струну и первую, вторую струну И обратно третью Вот четыре движения Раз, два, три, четыре Все логично, да? Аккорд G, дергаем шестую струну Третью Первую, вторую Третью Следующий аккорд BM Давайте пока здесь возьмем У нас бас здесь будет пятая струна Из-за того, что это аккорд с нижней посадкой Внизу довольно сидит Так, берем Воспроизводим пятую струну Третью Первую, вторую Третью Молодцы Соединим аккорд G Шестая Третья Первая, вторая Третья BM Пятая Третья Первая, вторая Третья Аккорд EM Шестая Третья Первая, вторая струна Третья Аккорд С Дальше Пятая струна Третья Первая, вторая Третья И играете по кругу Ну так, в принципе Давайте попробуем спеть Вокал вступает раньше, чем мы начинаем играть на гитаре То есть как На одной старой даче За столом большим и шумным Речь держали, пацаны В вечной дружбе Дым по кругу и до дна стаканы Все глядят друг к другу Своих не забывать Вместе В конце каждой строчки В каждом куплете ребята делаем Такие вот движения на тех же аккордах Делаем удар вниз-вверх на аккорде G Вниз-вверх сразу Дальше идет аккорд БМ То же самое дело Вниз-вверх После каждого удара Считаем до четырех То есть Раз-три-четыре Раз-три-четыре Раз-два-три-четыре Раз-два-три-четыре Только на аккорде С уже Играем целиком Следующий бой, который будет То есть в С На аккорде С делаем два удара, как и говорилось Но мы никаких дальше пауз не делаем И доиграем вниз-вверх-вниз-вверх То есть Вниз-вверх-вниз-вверх Раз-два-вниз-вверх-вниз-вверх Ну, дальше пошел припев Уже, да Уже дошли быстро до этого припева Припев играется уже боем Таким делаем Смотрите, удар вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок-вверх Очень просто Простой бой Простой дворовый бой То есть Еще раз пробуем Все сыграть на каждом из аккордов Аккорд G Вниз Хлопок Ногтями проезжаемся И блокируем Ребром правой руки Все струны Вот Просто здесь вот Показывать не очень удобно И звук здесь И удар будет точнее Не таким четким Как Вот здесь У розетки Так что вы играете у розетки А я для вас Стараюсь вот показать Наиболее близко От автора Вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок И вверх Еще вставляете Все просто Вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок-вверх Аккорд B Вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок-вверх Аккорд B Вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок-вверх Аккорд C Вниз Хлопок-вверх Вверх-хлопок-вверх Итого целиком Секрет, который я вам уже говорил При смене аккордов заключается в том Что вы последний удар вверх можете делать по открытым струнам Уже не по аккордному То есть не по струнному аккорду бить Вот так Это же нужно успеть вверх сделать на одном аккорде И уже удар вниз на другом Это придет со временем Но если пока не получается Можете пока убрать пальцы во время удара вверх То есть И намного легче будет это все сыграть Ну теперь нужно попробовать спеть То теперь лучше все это посмотрим с другого ракурса, ребят Сейчас посмотрим партию губной гармоники Что же нужно вставлять после фразы слова и после фразы пацана Кстати, партия губной гармоники играется на губной гармошке Тональности соль-мажор Джи Учтите, а не до-мажор, не сэ Хотя на губной гармонике в тональности сэ Эти же ноты можно сыграть, ребята Можно только в другой позиции И в другие отверстия нужно дуть Нужно будет там всего лишь найти ноты Соль Ля Си Ре И до Они есть на губной гармонике в тональности до То есть только в другой позиции И в других отверстиях эти ноты находятся После фразы слова, то есть на аккорде G На аккорде B мы дублируем сказанную фразу при помощи губной гармоники Мы сделаем выдох на пятой и четвертой дырочки Вот так должно получиться В табулатуре это обозначается таким образом Нужно сделать пятую на выдох и четвертую на выдох Пишется это плюс пять и плюс четыре Есть условное обозначение на губной гармонике Минус это вдох Плюс это выдох Да Кстати, ребята, подписывайтесь на Хижину Музыканта Потому что совсем скоро я буду продолжать уроки по игре на губной гармонике И там мы уже посмотрим одиночные ноты И много-много интересного Будет Я уже выпустил четыре ознакомительных урока по игре на губной гармонике Ссылочку на первый ознакомительный урок Оставлю в описании под видео Подписывайтесь, скоро будут следующие другие уроки Уже более сложные Здесь в данном случае нужно чисто попасть В пятое отверстие и в четвертое То есть у вас может получиться так То есть под две ноты можете сыграть по три Потому что вы еще не контролируете свои губы и поток воздуха Поэтому вы цепляете сразу три Сразу два отверстия Нужно ровно попасть в четвертую дырочку И ровно в пятую дырочку Вот Наоборот сначала пятую, потом четвертую Итого, как это будет Играть, начиная на аккорде G На гитаре Ну, соответственно, и петь Первые две дырочки на выдох я играю на аккорде B, M Начинаем вторую ладу, помним? На этом аккорде То есть Слово Вот и все Очень просто Говорим слово-слово на аккорде G На аккорде B, M Делаем выдох на пятой и четвертой дырочки Дальше на аккорде E, M Пацана говорим Что играем на губной гармошке? Пятую на вдох, пятую на выдох И четвертую на выдох Все очень просто Нужно сыграть Пацана Мы говорим И на губной то же самое нужно повторить Вот и все То есть Пацана Бой такой же Совмещать чуть-чуть будет сложнее с гитарой вначале Но потом привыкнете То есть Пацана И все Дальше уже допивается припев Без всяких Встав губной гармошки Все целиком сейчас Как это все прозвучит Кстати Вот медленно Сыграю Начало Следите за обоем И за Вокалом И за игрой губной гармоники Ну запоминайте Как это все будет звучать Слово Пацана Не понять тому Кто не бежал от местных С перебитым носом Кианым потвором Нужно Расстаться Дальше идет самый настоящий проигрыш Бридж В оригинале там Мужики поют И кричат Ну соответственно И тебе все это нужно кричать Но и в это же время Играть на гитаре Ритм регги Вот такой вот Как я играл То есть Как его играть Обязательно Нужно играть На аккордах Брэ Потому что мы Делаем удар вверх Ногтем большого пальца И расслабляем Левую руку Не убираем совсем А просто чуть-чуть Расслабляем И обертона звучат очень красиво Но на самом деле я расслабил А на простых аккордов Не будете успевать блокировать И получится Но блокировать невозможно Потому что тут и открытые струны звучат Поэтому лучше играть на аккордах барре Вот G, B, M, E, M и C На восьмом ладу На картинке все видно В принципе Я уже вначале показывал эти аккорды Поэтому играем Раз, два, три, четыре На каждом аккорде нужно четыре удара вверх сделать То есть раз, два, три, четыре B, M, раз, два, три, четыре Аккорд E, M, раз, два, три, четыре Аккорд C, раз, два, три, четыре Дальше уже меняем немножечко рисунок Играя вот таким вот способом То есть начинается настоящее мясо Настоящий хардкор Не придумал слова, поэтому извиняюсь Делаем хлопок Мы привыкли хлопок делать после удара Там вниз, вверх А тут начинаем играть наш бой с хлопка То есть проезжаемся ногтями вниз И блокируем струны ребром левой руки Вот Щелчок должен получиться И после этого уже делаем удар вверх То есть Получается, как я говорил, четыре удара Четыре хлопка и четыре удара вверх Если мы там просто удар вверх делали То тут сначала хлопок, а потом только удар вверх Но не забывайте расслаблять левую руку Расслабили Расслабили И вот в быстром темпе это звучит очень классно Клубняк пошел Дальше аккорд БМ Вот не расслабляй, а теперь расслабляй Вот, хлопок Удар Расслабил Да? Аккорд ЕМ Аккорд С Также продолжаю уже кричать Хей! И тянуть Воу-воу В принципе После этого начинается Второй куплет Но как на него перейти, сейчас покажу Ребята, данный разбор получился довольно длинным Поэтому я решил разделить его на два урока Первый урок вы только что просмотрели Ну а чтобы получить второй урок Скорее подписывайтесь на Хижину Музыканта Это вам ничего не стоит Все бесплатно И уже в течение нескольких дней вы получите второй урок Где уже мы будем разбирать что? Да, будем разбирать проигрыш до конца То есть где начинаются новые партии на губной гармонике И так далее Вот эту партию обязательно разберем на втором уроке Ну а если вам понравился первый урок Ребята, ставьте лайки Комментируйте, конечно же Как вам такой разбор вот довольно длинный Поэтому поделил Надеюсь, было очень-очень интересно Вам со мной разбирать данную веселую, классную песню Благодарю за просмотр С вами был Раи И до скорых встреч Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова